Нурбахыт Сенсызбай каждый день приходит на место проведения спасательной операции. Поиски его родственника Айдоса Шеймердина продолжаются с 4 января. Айдос с коллегами находился в салоне автобуса, который провалился в огромную воронку после обвала грунта на майкаинском руднике. 12 дней спустя честники не могут добраться до автобуса. На этот раз в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Су, тас, тасын, тасын, бүлігер. Экскаваторды бүгін түсірді, жатқан жерін белгіледі. Анықтады жатқан жерін, автобусдың жатқан жері де. Енді сол жатқан жері белгіледен күннің өзінде, соған жетудің өзі бір күш болып отыр. 36-летний Айдул Шеймирден переехал в село Майкаин в 2010 году. Около 14 лет работал спасателем, воспитывал супруга пятерых детей. Старшему из них 12 лет, младшему – полтора года. Это видеокамер наблюдения, снятое 4 января. Одна из двух машин, едущих в темноте, внезапно исчезает. Это и есть автобус, провалившийся под землю. За рулем находился 55-летний Айб Клиубергенов. Его родственники говорят, что он работал водителем 7 лет. Много раз ездил по этой дороге. В автобусе, который ехал по вызову диспетчера и ушел под землю, находились 4 человека – водитель и два спасателя. Тела двоих нашли 4 января, в день ЧП. Поиски еще двоих ведут с применением тяжелой техники. Операция на дне воронки глубиной около 200 метров опасна для задействованных в ней людей, говорят в МЧС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали случай в Майкаине беспрецедентным и сообщили, что операция будет проводиться с учетом зарубежного опыта. Сегодня в ведомстве заявили, что изучают зарубежные практики в аналогичных ситуациях. Всех. Продолжение следует...